Не удался наш с тобой план. Юля отказалась от поездки. Жаль, я бы лично ни с секундами сомневалась. Так что, отказываться от поездки? Подожди немного. Рома попробует с ней поговорить. Может, у него получится. Так, сегодня за всех заказываешь ты. Сможешь? Да. Простите. Официант. Вы Ольга Грановская. Я уже давно не Грановская. А вы вели то дело. Я не знаю, в курсе вы дело или нет, но ваша дочь намерена найти отца. Юля буквально на днях была у меня. Может быть, я чего-то не знаю? Вы о чем? Да. Зачем ей возобновлять поиски? Может быть, у вас появились какие-то новые факты? Нет, мне ничего такого не известно. А моя дочь достаточно взрослая. Это, видимо, ее личная инициатива. То есть, новых фактов никаких нет? Нет, я ведь уже все сказала. Эта тема для меня давно закрыта. Да, извините. Не буду вас задерживать. Милая, пойдем в другое кафе? Милая, пойдем в другое кафе? Твой клирен! Ага! Зайка 2 рам, радостник! 37,7 Ясно Папа, тут болит Челушка болит? Сильно болит? Немножко Завтра врачу покажемся Я боюсь этих колечков Это прям в себя в папу Папа тоже боится Не боюсь, мы больше не будем анализы сдавать Честно? Честно? Тогда ладно Ложись, отдыхай Это няня пришла Да нет, у меня не выходной вроде сегодня Привет Привет Я вот вас навестить решила Спасибо Или не вовремя? Да нет, проходи Я тебя с Дашей познакомлю Как она себя чувствует? Слушай, ну температура есть, но уже время такая большая Давай обожайте Что врач сказал? Ты что врач сказал? Анализы сдали Завтра мы будут забрать и опять на прием Зараза, сейчас какая-то по городу ходит Даша, он в детский садик закрыли на карантин У няни в ногу заболел Так что вот Ну ничего страшного Это каждый год случается Я в детстве даже любила поболеть на детстве С книжками валялась и мультики смотрела Я как бы болел в самолете клеить Один раз корабль хотел склеить, но не успел Выздоровела раньше Вот, и Даша скоро выздоровеет Куда она денется? Ладно, давай в сумку пойдем знакомиться Давай снимай Спасибо Привет! Здрасте, я Даша Так, Заяц, ты чего устал-то с кровати? Папочка, познакомиться Я Юля Очень приятно познакомиться, Юля Очень приятно Мы с твоим папой вместе в школе учились А это тебе Нравится? Хорошая Что сказать нужно, Даша? Спасибо, Юля Только не Юля, а тетя Юля Жора, какая тебе тетя? Ты что, с ума сошел? Пойдем Я ее Колей назову Ага У меня все куде с именами Только ты поможешь мне ее открыть? Да, конечно, конечно, помогу Я хочу позвольствовать Ать, доставай Ой, какая же красивая Давай, ложись Давай, давай Вот сделка Хочешь, я тебя с другой день куклами познакомлю Да, конечно, хочу Вот это? Лакса Ага Вот это? Тонечка Она веселая всегда А еще кто у тебя есть? Вот это вот Принцесса на горошине Почему ты так ее назвала? Очень интересно Я ее так переназвала Когда мне папа сказку про принцессу на горошине прочитал А как ее до этого звали? Почемучка Очень креативно Мы такие, да? Папа сказал, когда я вырасту, стану журналисткой или телеведущей У меня все данные для этого есть Поразительная девочка, Даша А ты прически куклам умеешь делать? Ну, вообще, когда-то умела, да Покажешь? Сейчас набор достану Так, занимайтесь Чай, кофе Чай можно без сахара Спасибо Спасибо Ну что, Даша? Кому будем прическу делать? Вот расческа Давай А как вообще заплетать косички? Сейчас я тебе научу На, расчесывай Спасибо Вот, бери здесь Я тут расчешу Потому что тут не расчесывай А надо на расчесывай Пусть Видишь, какая у тебя красивая коса, а? Хочешь, я тебе что-то по секрету покажу? Да, конечно Постой, подожди Покажу тебе мои вещи Моя любимая секретная вещь Что это? Зеркальце Верхнее и нижнее Для глаз вот так вот А вот это нижнее для губ Ого, ничего себе Для щек вот так вот Чтобы смотреть глазами вот так вот Девчонки, чай готов Оля, сколько раз я говорил не брать в кровать собаку Да, да, прости Спасибо Извини Но с Марией проблему Надо было решать Извини Дома тоже проблемы У меня новость о Юле Так Что еще? Рома Я поняла, почему она не хочет никуда уезжать Она начала собственное расследование исчезновения отца Она даже со следователем встречалась Который дело тогда вел, представляешь? С чего ты это сделал? Да, сам следователь рассказал Мы случайно пересеклись А он вдруг начал расспрашивать Чего это? Через столько лет Начинать поиски Мол, может быть у вас какие-то новые факты есть? Ну, а ты? Сказала, что никаких новых фактов у нас нет Это ее личная инициатива На том мы закончили Она что? Она не верит? Ей недостаточно того, что мы сказали? Получается, недостаточно Я не понимаю Я не понимаю Зачем опять все это ворошить? Ну, так скажи ей об этом Не хочу Почему? Не хочу, но не буду Она не слышит меня Ну, живет там Где-то этот Грановский С этой Ну, и Ну, хорошо Вот она его сейчас найдет Я не понимаю Как все тогда будет? Она захочет нас помирить А я не хочу его видеть Никогда Я тебя понимаю Все будет хорошо Давай с папой Так В домике этом жили три медведя Медведь-отец Михаил Иванович Медведица Анастасия Петровна И маленький медвежонок Мишотка Только медведей не было дома Они ушли гулять по лесу Папа А Юля еще не ушла? Нет, еще не ушла Сейчас ты усунишь Мы с ней еще на кухне немножко посидим Засыпай Он тебе нравится? Пошла девочка в первую комнату В столовую И увидела на столе Три чашки с похлебкой Первая, очень большая Вторая была Михаила Ивановича Вторая поменьше Анастасия Петровна А третья синенькая чашечка Мишоткина После каждой чашечки Ржала ложка Большая, средняя И маленькая Субтитры создавал DimaTorzok У тебя замечательная дочь И ты большой молодец Дома так чистая И Дашка такая воспитанная Видно, что ты многое занимаешься Поражаюсь, как ты все успеваешь Я сам поражаюсь Ты знаешь, на самом деле очень интересно С ребенком Я как будто заново жизнь с ней проживаю Ну, то есть не заново В общем, в детство попал Вот скоро в школу пойду Пойдешь со мной? Нет Я буду портфель носить Я это люблю Да Дашка очень Очень любознательная И воспринимчивая Это да Спасибо Я очень рад, что вы с ней Общий язык нашли Еще бы Я вообще не знала, что я умею Такие косы плести И по профессии ты работать Я до сих пор не научился Эти косички заплетать Не мое Ну, как несостоявшийся парикмахер Могу провести тебе Несколько мастер-классов И что? Жалко, что вы тогда переехали Папа! 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 Чего случилось, Зайчик? Чего случилось? Тебе плохо? Судя по запаху, у меня стон поднялся Ну, я сейчас Зайчик, ты чего? Папа! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Держи куколку свою. Держи. Скоро температура спадет. Если поднимется снова, нужно будет вызывать неотложку. Не дай бог. Я не хочу неотложку. Я хочу спать. Спи, 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 маленькая. И сон это лучше лекарство. Дай сумку, пожалуйста. Как проснется, ты дай ей чаю. Ей сейчас очень много нужно пить. И завтра обязательно вызовите врача. А я приеду вас навестить. Хорошо. Спасибо. Я не знаю, чтобы я без тебя делал. Да перестань. Да нет, правда, я что-то вообще растерялся. Ты прекрасный отец, и Даше очень повезло. Юль, прости, что я тебя не могу подвезти. Да все в порядке. Вот уже такси приехало. До завтра. Пока. Пока. Так, еще кокарбоксилаза. Можно свечи. И сорбент любой, который ребенок воспринимает. Ну, вот я сейчас запишу вам. Это уже к этой схеме, которая есть? Да, конечно. Во вторник в 10.30 ко мне на прием. Хорошо. Да? Даш, ну что, бьется сердце у куколки? Дай мне то, что. Да. Бьется? О, как хорошо. Даш, придешь ко мне на прием? В рейду. Замечательно. Я буду тебя ждать. Выздоравливай. Спасибо. Спасибо. Кандидатура, охранниковый особняк. Пробил? Ну, все чисто, Роман Александрович. Вот вы сядете ко мне в понедельник, я побеседую. Ну, понял. Роман Александрович, я бы хотел взять отпуск на неделю. Рвануть с семьей в круиз на парус на ехте. В мое отсутствие Боря за всем присмотрит. Система налажена. Поверьте, проблем не будет. Так что, даете добро на мой тесто? Ты же прекрасно понимаешь, что Боря не мой человек. О чьем глаза и уши тебе знать не обязательно. Так что добро на отпуск не даю. Ты мне понадобишь, я здесь. Детали потом. Мэр, на днях юбилей. Мы едем за подарком. Я готова, можем ехать. Будь на связи. Борис, поехали. Сын, пока. Дашенька, привет. Как ты себя чувствуешь? Ура, ура, Юля! Врача вызывали? Да, врач приезжал. Кучу разных лекарств назначил. Вот лечимся. Да, мам. Жора, только что подзвонил мне знакомый. Она работает в поликлинике. Что с Дашей? Да, вчера температура поднялась с утра, а потом ацетон. В общем, врач приходил, лечимся сейчас. Значит так, вези ее ко мне в деревню. Я должна посмотреть, насколько это все серьезно. И вообще, почему ты мне сразу не позвонил? Я бы хотя бы по телефону проконсультировала. Да я просто не хотел тебя волновать. Хорошо, я... Ты запомнишь. Всегда звони мне в таких случаях. Хорошо, хорошо. Все, давай, жди. Целую. Я жду. Даш, бабушка к себе в деревню зовет. Поедем? Поеду только с Юлей. Юля, у бабушки там много кукол. Сделаешь им свои прически. Да? Кстати, это хорошая идея. Мы тебя приглашаем на деревенский уикенд. Это очень здорово. Ну, как-то неожиданно. Ну, едем, пожалуйста. Едем, ну, пожалуйста. Давай, согласаемся. Сейчас будет истерика. Все, хорошо. Я еду. 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 Ну, а кофе-то попьем? Кофе попьем. Музыка. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Узнали, кто он? Да никто толком о нем не знает. Он непростой, это факт. Может, еще пацанов взять? Надавить на него? Надавить? А делаем так, мать родная не узнает. Заговорит, отвечаю. По моей отмашке. Не раньше. Наберу. Опа! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бабулечка! Я за тобой... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как я соскучилась, моя девочка. Скажи, как ты себя чувствуешь? Голова не болит? Бабушка, все хорошо. Поняла. Привет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юля. Ну, пройдемте в дом. Вы были раньше знакомы. Да? Да, до седьмого класса вместе учились. А как повели? Крановская. Конечно, помню. Я тогда в вашей школе медсестрой работала. Да? Да. А теперь вот лет пять, как переехала в деревню, в родительский дом. Работаю фельдшером в медпункте. Мам, смотри, вот назначение врача и анализы. Можно, пожалуйста. Ладно, я потом посмотрю. А сейчас займусь Дашкой. А тебе поручение собрать яблоки. Переоденься в доме, там отцовское возьмешь. Идем? Да, Жак, кукла. Спасибо. Может, тебе помочь? Помоги, если справишься с этим нелегким заданием. А ты думаешь, нет? Ну, хотя бы два слова написать. Угу. Отдали его номер. Ну, и правильно. Нет, не буду. Тоже верно. Лучше в черный список. Так надежнее. Согласна. Мам, ну почему ты со мной все время соглашаешься? Я же посоветоваться хочу. Ну, слушай, если он до пяти часов не позвонит, или нет, пока все окна не домою. И если он не ответит, тогда все. Ты за сегодня уже два раза приносишь прощание навсегда с этим Колей. Мам, ну и что? Мам, ты вообще хочешь, чтобы я была счастливой? Мне уже тридцать семь лет на минуточку. Да все, все уговорила. Мой окошке. Ну, только так, не спеша. Дадим твоему Николаю еще один шанс. А не напишет. Я его номер из твоего телефона сама удалю. Мама, удалит она. Дом этот дед построил. А эту яблонь мне с папой еще сажали. Но они что-то уже два года яблоки не росли. А ты часто здесь бываешь? Нет, с этой работой. Ну что, сколько тебе форы дать? Хм, какой самоуверенный. Мы еще посмотрим, кто кого. Твоя корзинка. Я думал, мы как интеллигентные люди насчет рас. Во-первых, это нечестно. Бабулечка, еще она косички куклам очень красиво заплетает. Смотри, какие. Косички это хорошо. Раз он ее привез, нам надо к ней приглядеться. Это еще почему? Потому что от него они в одном классе учились. Да потому что он за два года впервые не только с тобой приехал. Понимаешь? Ладно. Доставай градусник, хватит держать. Он еще ведь не пикает. Этот и не запикает. Доставай давай. Хорошо. Держи, бабушка. Давай. А ты давай пей чай и ешь варенье. Хорошо. Какая? Тридцать шесть и шесть. Вот что значит у бабушки в деревне. Жор, давай уже. Картошка готова. Так. Ну вот и картошечка наша. Ма, а куда яблоки-то? А к сараю ставь. Жора. Как вкусно пахнет, господи. Как Даша? Спит, как ангел. Пошла на поправку. Ой, что-то я тебя обделила. Она у вас чудесная девочка. Спасибо. А твоя мама как? Хорошо, все в порядке. Юля, я еще хотела спросить. А твоего отца тогда нашли? Нет. И новостей никаких по поводу его исчезновения тоже нет. Я очень хочу его найти. Жор, ты помог. Так я помогаю. Знаешь, Юля, у него там огромное-огромное... Мам, а... Вчера я учительницу видел. Первую. Привет тебе передавала. Мария Сергеевна? Да. Спасибо. Передай ей тоже привет. Хорошо. Она когда-то Жорика спасла от собаки большущей. Да ладно? Да? Что-то я не помню. Здрасте. Ну, как это ты не помнишь? Жор на переменке гулял с детками во дворе. И наткнулся на щенка. Щенок перелез через заборе с соседнего двора. Жор взял его на руки. А щенок лизнул в нос. Боже. Жорка так испугался. Давай бежать от него. А щенок следом. Дружить хочет. Слава богу, на встречу Мария Сергеевна подхватила щенка и вернула обратно хозяину. Да. Жора потом еще в семь целый месяц рассказывал, что во дворе школы живет огромная собака, которая хотела его укусить за нос. Игналась под ворот. Там правда была огромная собака. Да в детстве вообще весь мир казался большим. Ой. Это точно. Огромным. А котлеты. Давай. Спасибо. Да, Светова. Юля, выручай. Написал мне Коля. Завтра он приезжает в город навестить родителей. Хочет встретиться. А я даже не знаю, что на ней. Не с кем посоветоваться. Все подруги заняты. В общем, Юль, ты можешь срочно приехать в торговый центр. Пожалуйста. Да, хорошо. Только я забегу домой немножечко, ладно? Давай в пять. Идет? Идет. Спасибо. Сейчас началось. Да, все в порядке. Просто знакомым нужно помочь. Я могу как-то? Да нет, это нет. Спасибо вам за прекрасный выходной. Спасибо. Спасибо. Ты выздоравливай, котик. Пока, Юля. Пока. Толенька, я буду скучать за тобой. Ладно, я пойду? Давай, увидимся. Увидимся. Звонимся. Юль, спасибо. А ты знаешь, Коля не просто так мне не звонила. У них на работе какое-то чипа случилось. Ну, пойдем тогда скорее уже на ряды выбирать. Да, пойдем. Знаешь, люблю Ива. Я тоже, кажется, влюбилась. Да ты что? И как, взаимно? Не знаю. Ничего себе. Едва только надела вон на царевну, Несмело жемчужное жерелье. Как вышло на небо солнце, Птицы запели, Сады зацвели. Обняла его царевна, Поцеловала И под венец повела. Папа. Чего? А ты женишься на Юле? Наш. Ты хочешь? Очень хотела бы. Тогда бы я смогла бы назвать ее мамой. Ведь так? Я всегда за Юлей скучаю, когда она уходит, и даже когда она тут. Да, бабушка, доброе утро. Доброе утро. Как там у нас дома? Все в порядке? Марчелла не скучает за мной? Да, все хорошо. И Марчелла тоже прекрасна. Ты как? Да, устала в этой палате лежать. Ты почему не проедаешь? А, да, я сегодня буду. Жду, внученька, жду. Если сможешь, зайди, купи моих любимых конфет. Закончились. Помнишь, какие? Конечно, помню, бабушка. Сегодня буду целовать тебя. Юля, меня после обеда не будет? Дочка родила. Сегодня выписывает. Я вас поздравляю. По поводу сроков сдачи проекта, давай на следующей неделе. Ну, у меня сейчас не будут на это времени. Все, пока, пока. Счастливо, да. Ладно. Я на обед. Буду через час. Чем занимаешься? Работаешь? У меня обед. Иду к бабушке. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Да все нормально. Вот на днях ездила в деревню. В гости. Приезжали в моем озеро. Было очень красиво. Вообще-то я не об этом хотела спросить. А с кем ты ездила? Жора Фокина. Ты мой бывший одноклассник. Ты вряд ли помнишь. Ладно, мамуль, я уже подхожу. Давай. Пока. Ладно, пока. Да. Привезли медтехнику. Вас ждут. И что? Ничего страшного. Подождут. Вот бананы, апельсины, конфеты и твои любимые гости. Угу. Твои любимые. Спасибо. А, ну чего? Сколько тебе еще тут лежать? Да через неделю выпишут. А ты чего грустная? Да. Мы с мамой не понимаем друг друга. Ага. А кто ее понимает? Да. А как на работе? Справляешься? Зайцем не дарят? Да нет, все по делу. Мам, он непростой мужик. Знаешь, это он с другими так. А сам по себе он кремень. Но он же с нуля построил свой бизнес. Он построил свой бизнес? Да если бы он не уговорил твоего отца помочь ему, у него бы ничего не вышло. Да, организатор он хороший. Но без таланта и знаний твоего отца у него ничего не получалось. Бабуля, а каким был папа в последние дни перед исчезновением? Просто мне кажется, люди, которые кардинально хотят изменить свою жизнь, ведут себя как-то иначе, нет? Каким он был? Нервным. Он работал тогда над каким-то очень большим, серьезным проектом торгового центра. Он работал дни и ночи, сидел на кухне, чертил, писал. Очень нервничал. Бабуля, а ты ничего не путаешь? Просто я в архиве ничего не нашла про торговый центр. Да нет, Матюша, у меня память боевая. Ты что? Бабуль, прости, я не хотела тебя обидеть. Ну, если не веришь, в вашей комнате в столе лежит его еженедельник. В нем поищи. Еженедельник? Да. Ты там очень много интересного найдешь. А налейка меня так выше. Побойди. Побойди. Какие новости? Да жучки как-то странно работают. Все время тишина. Может, он их нашел? Ну, тот парень, который все время возле Юли крутится. Кто он такой? Я пока не выяснил. Менты дело Грановского не ведут, оно закрыто. Значит, не мент. Хотел через шпану на него надавить, а потом подумал, а вдруг это человек бус. Думаешь, босс приставил его к ней? Ну, я бы не исключал такой возможности. Достали эти игры за моей спиной. Почему это должно быть нашей проблемой? Пусть босс сам разруливает. Все, поеду к ним. Будете договариваться о личной встрече? Уже. В ресторане за городом. И сейчас. Так, давайте-ка я с вами поеду. Нет. Это встреча тет-а-тет. Хотя, я тебя наберу. Будет на связи. До свидания. Да. Да. Нет. Нет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Восьмое июня, ТЦ. Десятое июня. С проблемами разберусь. В воскресенье идем в цирк. Давно обещал жене и дочерке. Юленька уже устала ждать. Да, я что-то так хотела в цирк. А вот и билеты. А помнишь, вон там мы с тобой от дождя прятались? Да, я тогда впервые на тебя внимание обратила. Если тебя глаз вообще тогда не спускало? Да, ладно. Чего? Завтра проект будет готов, я гарантирую. Да. Что, ты его знаешь? Да, это Яцук. Я очень давно его не видела. Я думала, он еще сидит. На чем? Коль, не на чем, а где? В тюрьме. Он бюро ландшафтного дизайна открыл. Ох ты, зверь. Ты молодежь-то зашел. Как, Даша? Спасибо уже лучше. Сейчас не-не. А, кстати, она тебе подарок приготовила. Спасибо. Спасибо огромное. Для нее это так ценно. Я, кстати, перед твоим приходом нашла ежедневник отца. В тот день, когда он исчез, я очень его ждала. Он обещал нас с мамой сводить в цирк, но, к сожалению, он так и не появился. Вот, я тут нашла билеты на 11 июня 2006 года. Странно купить билеты и так внезапно исчезнуть. Да, странно. Я тогда так сильно на него обиделась, что в цирке так ни разу и не была. Ты знаешь, что мы сейчас с тобой должны сделать? Исправить эту ошибку. Мы сейчас с тобой возьмем и поедем в цирк. Я серьезно. Поехали, поехали. Давай, давай. А кофе? Скорее! Значит так. Боскова сам во всем разберется. Даст отмашку своим людям. И в ближайшее время вопрос будет положительно решен. Так что можешь взять небольшой отпуск. Я тоже на недельку смотаюсь на курорт с семьей. Все понял? Давай. Пока, Борь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Странно. Если мы же не протолкнулись. Так а вот же, что-то написано. Приезд в цирк откладывается на неопределенное время. Прости. Хотел, как лучше, получилось, как всегда. Слушай, ну я обещаю, они когда в следующий раз приедут, я обязательно тебе еще раз попрошу. Хорошо? Ну что, поехали? Да, давайте домой. Да, будьте здоровы, да. Исправили ошибку. Папа! Пап! Чего? Иди, посмотри, что я нарисовала. Ах ты, умничка. Давай, собирайся скоро спать. Уже, что ли? Да, уже. Давай, давай, давай. Ухожу. Пойду спать, унышки. Сложного маневра, предположительно уклоняясь от встречной машины, Абдулаев не справился с управлением. Машину занесло, и она, врезавшись в столб, загорелась. Из-за деформации корпуса автомобиля, у Абдулаева не было шансов спастись. Он, по сути, сгорел заживо. Свидетелей аварии, в которой погиб Абдулаев, не оказалось. Улица на том участке находится в состоянии ремонта, поэтому непопулярна у большинства водителей. Вызванные водителем рейсового автобуса спасатели обнаружили уже догоревший автомобиль. Прокуратура отказалась комментировать это происшествие, ссылаясь на следственную тайну, что дает возможность предположить, что правоохранительные органы сомневаются в случайности аварии. Продолжение следует...